Виктория Браун Важная встреча. Андрей Бочаров встретился с представителями общественных организаций. Глава региона поблагодарил неравнодушных волгоградцев за их деятельность в самых разных сферах жизни и наметил планы на будущее. Индра-2021. На полигоне «Прутбой» проходят масштабные совместные военные учения России и Индии. Могу вас заверить, что в тот день, когда руки индийского и российского контингента скрепились в рукопожатии, ни один противник не может нас одолеть. Один и в заперти. Громкий скандал в одном из медучреждений региона. Двухлетний мальчик оказался один в боксе. По словам очевидцев, его не кормили и должным образом не ухаживали. Ситуацией заинтересовалась прокуратура. В настоящее время ребенок находится в палате с матерью, исполнению родительских обязанностей которой также будет дана правовая оценка. Соблюдайте правила. Сотрудники МЧС в очередной раз провели профилактический рейд на пляжах и в частном секторе. У вас сколько находилось? Ну, маленькие дети. Семь. Семь. Маленькие. А сейчас я вам выпишу, что тут родили штрафы. У вас мысли. Один-один дублеры Волгоградского ротора сыграли в ничью с гостями из Северной Осетии. Глава региона Андрей Бочаров провел встречу с представителями общественных организаций. Примечательно, что она состоялась под открытым небом у боевого судна времен Сталинградской битвы бронекатера БК-31. В режиме продуктивного диалога участники обсудили вопросы социально-экономического характера. Андрей Бочаров поблагодарил общественников за существенный вклад в реализацию различных социальных проектов. Глава региона Андрей Бочаров отметил, что каждый из присутствующих на встрече – профессионал своего дела, имеющий авторитетное мнение. Это жители нашей области, представляющие ветеранские, национальные и религиозные организации, сферу здравоохранения, образования, науки, агрокомплекса, промышленности, культуры, спорта, строительства и бизнеса. Со многими из них губернатор давно знаком лично. Рад видеть вас на всех отношениях. Андрей Бочаров подчеркнул, что без помощи общественных деятелей и единомышленников было бы невозможно в столь короткие сроки осуществить многие задачи. Также на встрече с общественниками губернатор определил ряд задач и на перспективу. Среди них – продолжение работ по благоустройству городских территорий, модернизация транспортной инфраструктуры и реабилитация Волги. Непростые задачи стоят и в части реализации программы сферы ЖКХ, культуры, образования, спорта, медицины и топливно-энергетическом комплексе, отметила глава Вакоградской области. И очень значимая то, что мы добились стабильности. Какие проекты мы сегодня ведем и думаем? В Волгоградской области проходят масштабные боевые учения сухопутных войск «Индра-2021». Российские военнослужащие совместно с индийскими коллегами отработали тактические действия с применением вооружений и военной техники. Надежда Пешухонова продолжит. Совместные российско-индийские учения проводятся с 2003 года и в этот раз посвящены отработке совместных действий при террористической угрозе. Учение началось с засады, где нам нужно было провести операцию, потренироваться, как выманить противника из засады. Самое лучшее, что получилось и удалось сегодня, это совместная интеграция войск российского и индийского контингента. В ходе проводимых учений военные провели инженерную разведку, преодолели заминированные участки местности, отразили нападение условных диверсионных групп и выполнили блокирование района, занятого противником. Мониторинг действий осуществлялся с помощью беспилотников, что позволило штабу учений контролировать обстановку и оперативно ставить задачи подразделения. Я считаю, что все задачи, которые ставились перед нами, выполнены в полном объеме и на оценку не ниже хорошо. Такие международные совместные мероприятия, прежде всего, направлены на укрепление и развитие военного сотрудничества стран. Главной задачей учений является повышение готовности военных сил и средств к борьбе с терроризмом. В ходе сегодняшней операции был произведен взаимообмен. Российские войска отправились и стали частью индийского контингента. В свою очередь, индийские бойцы присоединились к российскому взводу. Поэтому мы учились совместно плечом к ключу, как производить операции и выполнять поставленные задачи совместно. И, как мы говорим, в армии никогда учение не останавливается. Поэтому ты учишься при каждой операции, каждый день, каждую минуту. Всего в учениях принимают участие 500 военнослужащих обеих стран. В мероприятиях также задействовано более 100 единиц вооружений военной техники, а также 300 различных мишеней, из которых свыше 100 подвижных, имитирующих автомобильную и бронированную технику противника. Могу вас заверить, что в тот день, когда руки индийского и российского контингента скрепились в рукопожатии, ни один противник не может нас одолеть. Интересные происхождения названий учений. Кодовое слово «индра» — это сокращение названий «Россия и Индия». Между тем, индийская сторона видит в учениях свой смысл. В мифологии индуизма громоверши Синдра — предводитель воинства богов в их битве с силами зла. Надежда Пешихонова, Марина Забудько, телеканал «Волгоград-1». Кадры полного безразличия медицинского персонала к двухлетнему ребенку в больнице Тракторзаводского района накануне облетели все соцсети. Неравнодушные жители Волгограда встали на сторону матери, которую три дня не пускали в палату к ребенку. По словам очевидцев, мальчик один находился в заперти в больничном боксе. Его не кормили, к нему никто не подходил и не ухаживал должным образом. Все обстоятельства произошедшего выясняет прокуратура Волгоградской области. В ходе проверки прокуратура региона выявила пробелы в части ухода за двухлетним мальчиком медицинским персоналом. Руководство медицинского учреждения, где находился маленький пациент в одиночестве без какого-либо внимания, вынесли предписание об устранении нарушений. Сейчас стоит вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарному наказанию. В настоящее время ребенок находится в палате с матерью, исполнению родительских обязанностей которой также будет дана правовая оценка. Теперь о коронавирусе. За минувшие сутки в Волгограде выявлено 327 новых случаев COVID-19. Погибли 16 человек. Всего с начала пандемии коронавирусную инфекцию выявили у 74 164 человек. К другим новостям. В регионе успешно реализуется программа по установке новых лифтов. Жители более чем 50 домов уже оценили комфорт и качество современного оборудования. На территории Волгоградской области проходят замены лифтового оборудования. На смену старым, прослужившим не одно десятилетие лифтом, приходят новые современные. По данным регионального фонда капремонта, в настоящий момент проходит установка более 350 подъемников в более чем 100 многоквартирных домах региона. На финальном этапе находится установка около 120 единиц лифтового оборудования. Подняться на новом лифте жители смогут уже совсем скоро после положительного заключения Ростехнадзора. Отметим, что наш регион стал первым субъектом, где при проведении капремонта обязательным условием является замена лифтового оборудования. Замене подлежит лифт, который либо отработал свой срок эксплуатации, либо находится в аварийном состоянии. С каждым годом количество такого оборудования растет. В 2021 году планируется замена 707 подъемников. Контроль за выполнением задачи по увеличению темпов замены лифтового оборудования осуществляет губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. В эти выходные сотрудники МЧС провели профилактический рейд на острове Сарпинском. Вместе со специалистами Государственного пожарного надзора и органами местного самоуправления отдыхающим и местным жителям напомнили о безопасности на воде и противопожарных правилах. В рейд отправилась и Валентина Конышева. Остров Сарпинский в Кировском районе для проведения межведомственного рейда выбран не случайно. Здесь большое количество мест отдыха у воды. Спасатели провели профилактические беседы с отдыхающими и напомнили о штрафах закупания в запрещенных местах. А в ходе патрулирования акватории Волги в районе островов Сарпинский и Голодный сотрудники МЧС выявили водителя маломерного судна, на борту которого пассажиров было больше, чем позволяют заявленные технические характеристики. Среди них оказались и маленькие дети. Кроме того, на территории острова находится большое количество лесных насаждений, а отдаленность от большой земли осложняет тушение пожара в случае их возникновения. Инспекторы межведомственного рейда побеседовали с теми, кто разводил костер на берегу, а также отправились к собственникам дачных участков и вручили каждому информационные памятки. Здравствуйте! Здравствуйте! Памятки вручаем по пожарной безопасности. Сейчас идем на столы противопожарный режим, разжигать костри, шарики, сейчас запрещено. Все понятно. Может быть, присмотрена административная ответственность за это. Будьте осторожны. Спасибо. Здравствуйте! Садите моему памятку вручим по пожарной безопасности. Также участок, если зарастает, травой окашивает. В настоящее время в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, который предусматривает запрет на разведение костров, шикание мусора и сухой растительности. Кроме того, нельзя разжигать мангал для приготовления шашлыка и устраивать барбекю как в природных условиях, так и на придомовых территориях и территориях садовых товариществ. Валентина Конышева при поддержке пресс-службы ГУ МЧС по Волгоградской области. Далее наш эфир продолжает оперативная сводка происшествий от сотрудников пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области. В Светлоярском районе инспекторы Дорожно-патрульной службы совместно с коллегами из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка МВД для проверки документов остановили автомобиль. Водитель, 43-летний житель города Волгограда, перевозил в салоне автомашины мешки с живыми раками общим весом 500 килограммов. Каких-либо документов на груз водитель предъявить не смог. Мужчина доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении водителя проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В ходе оперативно-рыскных мероприятий полицейские Урюпинского района установили и задержали подозреваемого в смертельном ДТП, произошедшем накануне в станице Михайловской. 45-летний водитель, управляя в состоянии опьянения, отечественной десяткой совершил наезд на 7-летнего мальчика, после чего с места ДТП скрылся. Ребенок от полученных травм скончался на месте. Водителя задержали дома, когда он пытался разобрать машину, чтобы скрыть повреждения. Возбуждено уголовное дело. В Ленинском районе неосторожное обращение с огнем привело к возгоранию домов и хозяйственных построек. Когда пожар был локализован, было установлено, что он возник из-за неосторожного обращения с огнем 63-летнего пенсионера. Мужчина во время копчения рыба допустила распространение огня на принадлежащий ему дом, а также на соседний дом и хозяйственные постройки. В общей сложности сгорели одноэтажный деревянный дом и деревянная летняя кухня, две хозяйственные постройки, а также стена и кровля домовладения, три мопеда, велосипеды и автомобильные покрышки. Виновник пожара задержан, содеянным сознался. По данному факту проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении в отношении подозреваемого уголовного дела. Главное управление напоминает о недопустимости разведения открытого огня, обращая внимание граждан на то, что с 18 мая на территории региона введен особый противопожарный режим. Требования режима предусматривают запрет на проведение любых пожароопасных работ на территории поселений и городских округов. В регионе заработал первый в России детский совет по туризму. Главная задача – привлечение неравнодушных учеников волгоградских школ к разработке новых туристических маршрутов для юных жителей страны. Напомним, в начале лета Волгоград получил статус столицы детского туризма и стал пилотной территорией для реализации этого уникального проекта. Первое заседание детского совета по туризму состоялось накануне. В его состав вошли активисты детских и молодежных объединений в отрасте от 10 до 15 лет. Всех этих ребят объединяет любовь к родному городу и готовность разрабатывать интересные экскурсионные маршруты для туристов. На встрече обсуждались вопросы ближайших перспектив, а также разработка структуры и плана работы детского совета. Также юные волгоградцы приняли непосредственное участие в разработке и реализации программы фестиваля детского туризма, который состоится уже этой осенью в Волгограде. Стоит отметить, что ребята наравне со взрослыми включаются в организационные процессы и предлагают самые разные идеи. Результатом программы столицы детского туризма должно стать создание сети городов с комфортной средой для отдыха с детьми. Помимо этого будет сформирована база лучших практик по развитию детского туризма, куда войдут самые интересные, эффективные и современные инициативы. И в завершении новости спорта. Дублеры Волгоградского ротора сыграли поединок третьего тура первенства ФНЛ-2. Команда Алексея Жданова на родном стадионе принимала гостей из Северной Осетии и упустила победу на последних минутах матча. Подробности в нашем следующем материале. После выездной победы в предыдущем туре над Майкопской дружбой казалось, что в матче против Алании 2, да еще на своем поле, дублеры ротора гарантированно возьмут 3 очка. В целом, это было вполне реально, реализуя хозяева поля хотя бы еще пару своих моментов до забитого мяча. Гости тоже могли огорчить нашу команду, но, как и синие-голубые, отложили развязку на самую концовку игры. Первыми отличились волгоградцы на 82-й минуте. Вышедший минутой ранее на замену Сергей Болотин сделал передачу со штрафного удара, которую удачно замкнул Николай Кузнецов. Аланья 2 сумела уйти от поражения уже в компенсированное время. Алан Геоев со стандарта нанес великолепный по своей красоте удар и тем самым поставил окончательную точку в матче. Ничья 1-1. Были у нас прекрасные выходы, атаки 3 в 2, 3 в 3, где нужно, опять же, по хладнокровне распорядиться мячом. Да, не так по сценарию сложилось, как мы хотели игру провести. Но соперник тоже готовится к игре и тоже какие-то свои наработки ведет. Ничья, если ничья, значит результат закономерен. Хотя, конечно же, тяжело так терять очки в дополнительное время. Но, тем не менее, забываем игру, готовимся к следующей игре. В турнирной таблице группы 1 первенства ФНЛ-2 молодежка Ротера, набрав 4 очка, занимает 10-е место. Следующий матч команда Алексея Жданова сыграет 21 августа на своем поле против клуба «Фарте» из Таганрога. Константин Родионов, телеканал «Волгоград-1». Я бы сейчас на месте футболистов Ротера побежал. Далее прогноз погоды. Спонсор ООО ВДЦ «Медицинский центр». 20 лет безупречной работы, мировые стандарты качества и надежности. Срочный ПЦР-тест на COVID-19 в лаборатории ВДЦ с выдачей результата в тот же день. Выдаем справки на русском и английском языках. Запись по телефону 300-911. Сегодня ночью и завтра днем по области Волгограде ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер восточный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха ночью 26-28, днем 36-38. На этом наш выпуск завершен. Все самое интересное и актуальное смотрите на нашем телеграм-канале и в инстаграме Волгоград1.тв. Далее эфир продолжает программа «Званый гость». Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин